Сегодня посмотрим, как можно использовать графический редактор Фотопе для создания красивых надписей. Ну вот сначала уберем фон, он в принципе не нужен, потому что мы будем сохранять надписи на прозрачном фоне. Теперь, допустим, мы хотим загрузить какой-то шрифт. Чтобы загрузить шрифт, можно нажать на эту кнопку, у нас открывается окно, откуда мы можем взять шрифты. Напишем слово. Теперь, что с этим можно делать? Подвинуть, понятно, можно стрелкой. Если мы хотим просто увеличить, изменить размер надписи, можно нажать на редактирование, свободное трансформирование, у нас появляется фонка, которую можно использовать для того, чтобы менять размер. Но если мы хотим что-то изменить в шрифте, то нужно вызывать вот это окошко, окно, которое называется характер. Например, здесь есть такая штука трекинг. Вот там 15, 20. То есть понятно, что у нас буквы становятся, раздвигаются. Дальше, вот есть такой, вот это у нас увеличивается, уменьшается высоту, ну, и, соответственно, ширину. Так, и вот еще есть тут такая штука, базовая линия называется. Это как буквы находятся относительно друг друга. Если мы хотим сделать, чтобы у нас какие-то буквы были минус, допустим, тут будет 0. Какие-то буквы на другой высоте находились, то вот можно использовать вот это окошко. У меня от прошлого проекта, видимо, остались минус 75 неправильные цифры. Тут вообще, когда что-то делаешь с нуля, тут должен быть 0. Так, значит, минус 100 напишем. Ну, тут, а здесь, наоборот, 25, а лучше 0, наверное. Ну, вот так, таким образом. Вот, у нас получается буквы на разной высоте. Если мы это хотим убрать, надо нажать вот сюда и еще раз. Теперь, как придать 3D-эффект вот этой всей надписи? Для этого используются тени. Так, слой, стиль слоя, внутренний тень. Ну, вот у нас здесь главная вот эта вот штука, то есть откуда упадает цвет. Теперь смещение тени и разброс. То есть, регулируя вот эти рычажки, мы получим эффект, который хотим. Так, ну и внешнюю тень можно добавить. Слой, стиль слоя, внешняя тень. Вот здесь цвет, ну, пусть у нас будет какой-нибудь розовый. Нет, все же, наверное, розовый не подойдет, наверное, черный. Ну, вот, и нажав ОК, получим такие буквы, которые как бы 3D у нас. ОК. Ну, и как это все сохранить? Нужно сохранить, экспортировать как и вот здесь выбирать PNG. Вот таким образом можно работать с текстом в редакторе Фотопия. Надеюсь, было полезно. На этом спасибо 100%. Субтитры создавал DimaTorzok